Здарова, ребятки, с вами Бэтсайенс и добро пожаловать в новый супер крутой выпуск, который мы проверим на прочность пенниборды. Мы сравним китайский дешевый пенниборд с оригинальным и узнаем, насколько они устойчивы к внешним воздействиям. Погнали! Первый эксперимент будет следующим. Мы заберемся на высоту 20 метров и сбросим на пенниборды Шарля Воленко. И узнаем, что с каждым из них произойдет. Водение Шара для Баулинга с высоты 20 метров на оригинальный пенниборд. Поехали! Лови его, Андрюша! Вывод на этот эксперимент такой. Как бы мы не старались сбрасывать шар, чтобы он попадал ровно в середину наших досок, они хрена с вас сломаются. Потому что они сделаны из специального пластика, который является очень гибким материалом. Даже если мы будем прыгать на этих досках, они, скорее всего, не сломаются. Сломать их можно только с этой части или с этой. Сейчас будет моя самая любимая часть. Мы будем эти пенниборды взрывать. Посмотрим, насколько устойчивым взрыва окажется китайский пенниборд против оригинального. Проверка оригинального пенниборда на устойчивость к взрывам. Погнали! Да, спички, конечно, можно бы и получше было бы пожелать. Втекай! Видели? 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 Какая красота! Нормально! Рук-н-ролл! Вот это, ребятки, я понимаю, про веконопрочность. Ну что, давайте посмотрим, чего у нас осталось. Я думаю, он вполне способен еще к тому, чтобы нормально покатать. Так что, если вы решили отправиться на войну и покатать там на пенниборде, по крайней мере, точно используйте оригинальный. Следующий на очереди вот этот парень. Дешевый пенниборд за полтора тысячи рублей. Сможет ли он устоять при нашем мощном взрыве? Погнали! Не понял. А вы что тут забыли? Робот, какого хрена зрителя опять сюда приперло? А я почем знаю, Нига? Видимо, при сильных волнениях пространства от взрывов или большой скорости происходит перегрузка поточного конденсатора, и зрители швыряют по альтернативным реальностям, вроде той, которую они попали сейчас игре, у тебя нормальная стрижка, и ты носишь белый вместо черного. Ну так будь добр, поковыряйся с перегрузкой, чтобы такого дерьма больше не было. Я уже сто раз перенастраивал поточный конденсатор, поэтому подними свою ленивую жопу и почини его сам, Нига. Долбанный кусок болтов. Приходится все делать самому твою мать. Ребятки, извиняйте, такого больше у нас не повторится. С этим перебортом на войну лучше не отправляться. Оказывается, проверка на прочность с помощью взрыва была очень актуальна в данном выпуске. Тайский пенеборд просто разнесло хрена в собачьем, как вы сами видите. Поэтому покупать хреновый пенеборд против дешевого, это уже решать вам, дамы господа. А мы возвращаемся в нашу мастерскую. Вот такой вот прикольный выпуск мы сегодня для вас провели. Если вы заинтересованы в покупке нормального пенеборда, то вы можете найти его в официальном магазине официальных пенебордов. Ссылка на сайт будет находиться внизу в описании к данному видео. Именно эти ребята предоставили нам доски для наших экспериментов, поэтому им огромное спасибо за то, что данный выпуск вышел в свет. А на этом данный выпуск закончился. Спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующем не менее крутом выпуске с не менее крутым экспериментом. Если вам нравятся подобные креативные тест-драйвы разных вещей, то обязательно напишите об этом внизу в комментариях. Не забудьте размазать додуманную кнопку лайка внизу по данным видео. А на этом я заканчиваю и сваливаю. Увидимся в следующих крутых выпусках. С вами был Бацан. Всем пока!